Беспрецедентное для Португалии событие Вместо извинения Вентура открыто заявил, что он категорически не согласен с решением суда и подчеркнул, что он не хочет завести партию в юридическую и финансовую пропасть. В городе Санто-Изидоро, в 50 километрах от Лиссабона, его партия показала особенно хороший результат на местных и президентских выборах, заняв третье и второе место соответственно. Но найти кого-либо здесь, кто бы открыто признался в том, что голосовал за эту партию, практически невозможно. Они много говорят, а люди их слушают, все их слушают, но я так не считаю. Те, кто высказывают более крайние позиции, все равно, короче, все останется по-старому. Среди моих друзей и знакомых, судя по обычным разговорам, в том числе о выборах, трудно понять, кто поддерживает эту партию, кто защищает такого рода идеалы. Здесь у нас никто не знаком с ее радикальными сторонниками. Но, тем не менее, местные жители избрали в 2019 году членов парламента от этой партии. 74 — это группа журналистов, изучающих феномен радикализации. Недавно они инкогнито вступили в португальскую версию известной американской правой организации Proud Boys. Так называемое португальское исключение из тенденции роста популярности правых было на самом деле мифом. Рост популярности партии «Хватит» совпал с ростом влияния крайних правых в Европе и во всем мире, о чем говорит избрание Болсонаро, Дональда Трампа или популярность Марин Ле Пен во Франции. «Вокс» в Испании попал в парламент раньше партии «Хватит». Крайние правые изменились эстетически. Они больше не выглядят, как скинхеды в джинсах и с бритыми головами. Теперь они носят костюм, галстук и подстриженную бороду. Вы можете не называть себя крайне правыми, но в то же время говорить крайне правые вещи, пользоваться неясностью и представлять себя жертвой. Идеи остаются теми же, даже если их открыто не высказывают. Субтитры создавал DimaTorzok